Детский центр «Артек» встречает День Победы Международный фестиваль «Стар Дженерейшн» ищет юные таланты Истории о примах русского балета из первых уст А теперь более подробно об этих и других новостях Спортивные соревнования, акции «Бессмертный полк», «Диктант Победы» и участие в торжественном параде в городе Герои Севастополя Такую программу для детей подготовил центр «Артек» в честь открытия тематической смены к 9 мая Побывала в самом известном детском комплексе моя коллега Полина Прокопенко Сейчас в лагере «Артек» находится более 2,5 тысяч школьников со всей России В преддверии 9 мая здесь идет особая патриотическая смена «Салют Победы» Для ребят это возможность не только больше узнать об истории своей страны но и приобщиться к необычным исследовательским проектам События Великой Отечественной войны коснулись жизни знаменитого детского центра «Артек» Во время начала военных действий в лагере, во время очередной летней смены отдыхали ребята Оставаться в Крыму на тот момент было нельзя И руководство приняло срочное решение об эвакуации детей и вожатых в Алтайский край Именно там, в городе Белокуриха, лагерь работал с 1942 по 1943 год Освободить территорию крымского «Артека» удалось силами отдельной приморской армии Свои жизни за родину отдали и юные артековцы Память о них живет до сих пор Бюсты героев установлены на аллее в детском лагере Это ребята, которые в то или иное время были детками в Артеке И выйдя из повседневных будней, они выходили на фронт Большинство из них, к сожалению, погибло на фронте 12 бюстов 25 июля 2016 года было установлено в парке Горного И затем, спустя небольшое время, перенесено сюда, составляя общий комплекс мемориала славы Это ключевое место в Артеке, которое обязательно для посещения абсолютно всех артековцев Ведь это история не только Артека, не только Крыма, но и всей страны С середины апреля в Артеке идет пятая смена Она приурочена к празднованию Дня Победы Ребята вместе с вожатами и преподавателями участвуют в исторических реконструкциях И вспоминают важные вехи отечественной истории Официальное открытие этой патриотической смены прошло в самом центре детского лагеря На Артек-арене Здесь гости и зрители увидели яркое театрализованное представление Одними из ключевых событий этой тематической смены Стали уже традиционные российские акции «Диктант Победы» и «Бессмертный полк» В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 7-8 мая в Артеке также проходит программа чествования ветеранов И волонтерская акция «Мы вместе» Будет проводиться обязательно бессмертный полк Также все лагеря будут выезжать на Сапунгору Где также будет у нас общая артековская акция Посвященная Дню Победы Патриотическая деятельность, направленность Она присутствует в каждой смене А в эту, в пятую смену «Салют Победа» Она выражена наиболее ярко Специальная программа ожидает ребята и 9 мая В этот день Артек торжественно отметит День Победы В Великой Отечественной войне Артековцы примут участие в военном параде В городах-героях Севастополь и Керчь Полина Прокопенко, Андрей Челышев Специально для телеканала «Русский мир» Талантливые дети из России и стран СНГ Выступили на Международном детском фестивале Исполнительских искусств Star Generation Звездные жюри возглавили народные артисты России А ведущими мероприятия стали участники детских и юношеских проектов «Голос» и «Евровидение» Стилизованные показы, конкурс вокала и художественного слова Более 200 юных талантов из городов России и зарубежья Удивляли зрителей и жюри фестиваля Star Generation Этот проект существует уже несколько лет И именно благодаря ему многие дети уже смогли успешно реализовать свой творческий потенциал Здесь ребята имеют возможность попробовать себя в самых различных творческих направлениях Это хореография, музыка, театр, мода и другие сферы Немаловажно, что всех участников фестиваля поддерживают педагоги Знаменитые артисты эстрады, а также заслуженные деятели культуры Учредителем и президентом фестивального движения является популярный певец, продюсер и общественный деятель Владимир Брилев Выступить на большой сцене проекта Star Generation могут талантливые дети в возрасте от 4 до 18 лет Каждый из участников готовит яркий показательный номер для одной из номинаций Гран-при фестиваля в этот раз удостоился стилизованный показ Ромео и Джульетта От детей из Московской академии стиля Diamond Kids Международный день Земли встретили в русском центре города Нюрнберг По доброй традиции этот праздник проводят весной в честь символического обновления природы Волонтеры и неравнодушные жители планеты в этот день участвуют в благотворительных проектах И работают во благо окружающей среды Привет всем! 24 апреля в субботней школе русского центра города Нюрнберга прошли тематические онлайн-уроки, посвященные Дню Земли Наши преподаватели в своих ярких презентациях очень интересно и многогранно рассказали об истории возникновения Дня Земли О том, как зародилась жизнь на Земле и кто были ее первые обитатели Учителя на наглядных примерах показали, какие действия людей разрушают природу И наоборот, что люди и дети в том числе могут делать, чтобы предотвратить экологические проблемы А теперь давайте дадим слово нашим ребятам Я езжу на роллеры, а не на машине Красивые цветочки лучше нюхать и осматривать, но не срывать О-о-о-о-о О-о-о Субтитры сделал DimaTorzok Я кушаю мороженое в вафельном стаканчике, а не пластмассовом Мы говорим большое спасибо нашим ребятам за участие А вам, дорогие зрители, хочется пожелать беречь нашу землю Двадцатый век. Золотая эпоха в истории русского балета Именно этот период подарил нам таких мировых звезд, как Майя Плесецкая и Галина Уланова О невероятной энергии того времени поведает книга бывшего солиста Большого театра А ныне балетмейстера и педагога Владимира Абросимова В 60-х-80-х годах прошлого века он исполнял ведущие партии в главном и старейшем театре России – Большом Позже именно под его руководством создавались самые яркие и эффектные постановки И даже спустя много лет театр и балет все так же остаются главными ценностями в жизни Владимира Абросимова Сегодня на презентацию его книги в Доме русского зарубежья пришли давние коллеги и близкие друзья Мы с ним встречались на сцене Большого театра в течение… Он протанцевал 20 лет и я 20 лет Он создал великолепные образы, такие как Нур-Али в Бухшитарайском фонтане Шут в Лебедином озере и многие другие Мы часто с ним даже встречались на сцене Я танцевала в Лебединое озеро и он танцевал Подарить свой опыт, рассказать о знаменитых героях театра 20 века и сохранить традиции русской школы Все это Владимиру Абросимову удалось в его новой – книге-посвящении, избранной о балете На страницах этой истории он делится с читателями своими впечатлениями о встречах с настоящими мастерами балета Анализирует эпоху и передает творческое наследие будущим поколениям Как поделился сам Владимир Иванович, все это он давно хотел рассказать ценителям искусства Я преподавала в институте, в государственном университете культуры и искусства Я там работала всего три семестра И мне было очень-очень даже как-то жалко Мне хотелось им рассказать побольше И жена мне говорит, ну что ты мучаешься? Ну возьми и напиши, ты же хорошо пишешь И я начал писать какие-то маленькие дописки И вдруг на что-то нажал и все пропало, все потерялось А жена говорит, ну что, начни писать снова И я начал снова писать И итог теперь – вот эта книга Особый интерес книга вызовет у тех, кто следит за биографией и историей знаменитых звезд русского балета Галина Уланова, Майя Плесецкая, Леонид и Михаил Лавровский – лица русской эмиграции Все эти профессионалы изящного искусства нередко работали вместе с автором книги Многих из них Владимир Абросимов знал совсем с другой стороны, неизвестной для широкой публики Особо мне понравилось это эссе про Галину Сергеевну Мы с ней много делали, много общались как-то по таким, ну, бытовым даже вещам мы могли И вот я у Володи в этой книге вот увидела именно это, понимаете Не говорить там все время о возвышенности, о неземной жизни, а именно такой, какой она была вот с нами в репетиционном зале Просто на прогулках в Серебряном Бару Вот это замечательно Классический русский балет – одно из главных отечественных достижений Знаменитые постановки на музыку Петра Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» известны всему миру Выступления российских балетных труп особенно ценятся в Японии, Австрии, Германии и других странах зарубежья Любовь Курьянова, Андрей Челышев, специально для телеканала «Русский мир» О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир» Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья Будем рады вашим репортажам с места события Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру До новых встреч и до свидания